Сегодня 9 февраля 2022 год, в Подмосковье. Тема видеоролика о февральской потеплении и возможность вылететь пчелам из улья, если это им нужно. Тема видеоролика спровоцирована тем, что иногда вижу на видеороликах, как пчеловоды тщательно заделывают литки у улья, чтобы меньше приставали синички. И часто до того они заделаны, что пчелам возможности нет вылететь на облет, если нужно. Вот если семья пчел зимует нормально, если корма все нормально, если позднего расплода не было, то зимовка может получиться хорошей даже при полностью закрытых литках до потепления. Если только, допустим, нижний литок один только открыт, и нормально пчелы перезимуют. Но ситуация меняется, если в семье какая-то проблема. Проблема какая может быть в семье? Поздний расплод был, и часть пчел не смогли облететься. То есть у таких пчел рано переполняется кишечник, и при потеплениях такие пчелы часто стараются вылететь на облет. Если какая-то проблема с кормом, и пчеловод не заменял этот корм на сахар, то есть корм тяжелый для зимовки. С него быстро переполняется кишечник, и пчелам нужно очиститься раньше времени. Незапечатанный корм зиму часто от влажности разжижается, становится более жидким, и провоцирует иногда даже по носу пчелы переполнение кишечника. То есть с такого корма пчелам тоже желательно вылететь на улицу и очиститься. То есть ситуация бывает такая, что пчелам обязательно нужен вылет. Вылет у них бывает при теплой погоде. А самая низкая температура, при которой вот у себя на пасеке я замечал небольшой облет пчел, это минус 2-3 даже был. Если леток смотрел на солнце и днем прогревался, самая теплая погода днем после 3 часов. Обычно это летки на запад. И вот сегодня появилась возможность, есть у меня один отводок с поздним. Там у меня вся группа, короче, сложена. Там и сироп я полностью не заменял на корме на своем. Зимовали, долго летали, что-то где-то носили, может быть, и пать где-то подцепили. И матка поздняя была, и цикладка поздняя. То есть там по-любому могли быть проблемы. Но благо того, что леток открыт, вот сегодня хорошо облетался. Сегодня при плюс 2 градусов большинство пчел влетали для очистительного облета. Если бы леток был закрыт, и возможности облетаться у пчел не было, то вот это все могло быть на верхних брусках рамок. Вот, то есть пчелы, ну, может быть, не так быстро. Пчелы бы терпели до последнего, но потом все равно могли опоносить рамки. То есть при осмотре, если пчеловод видит опоношенные рамки, это с моей точки недоработка в том плане, что леток был очень далеко от клуба расположен. Обычно верхнего летка есть и нету, есть нижний только. И пчелы в холодную погоду не пойдут на облет в нижний леток и могут опоносить рамки. И второй вариант. Если верхний леток есть, а рамки опоношены, это слабый очень отводок или семья. То есть пчел настолько мало, что они даже через верхний облетят. Итак, если у пчеловода какая-то есть подозрение, что поздний расплод был, или с кормами какие-то проблемы, или корм пошел незапечатанный, лучше так организовывать зимовку, чтобы был вылет у пчел. Вот я, допустим, в Нижегородце, тут чашки неудобно ставить, я вот таким образом сделал, пластиковую втулку вставлял, поскольку если пластик не вставить, то синички будут бить. Пластиковую втулку вставил, вот зима прошла, вот пытались немножко они здесь бить. Вот, ну еще заметил, что в основном синички пристают к некрашенным ульям. То есть если улья покрашена, то они не так уже стараются где-то что-то клювом своим разбивать. Ну, на обычных, вот на Биненхаусе, допустим, на ульев из дерева, на Лысонь, я ставлю вот в такие чашки, которые хорошо от синичек защищают. Синички обычно к таким чашкам не пристают. Вот, то есть можно литок держать открыто. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.